Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин 55953 доллара, а поднимался на 56 тысяч, ну почти 57 тысяч долларов. Капитализация крипторынка 206 триллиона долларов. Двойное дно биткоин нарисовал в районе 49 тысяч. И затем бдэж, улетел вверх. Индекс страха и жадности по-прежнему в зоне экстремального страха. Там 17, ставка финансирования почти негативная. И цена биткоина 55964, только что опускался на 55800. И там еще было падение с 57 тысяч на 55, 56, 57 куда-то. В этом видео посмотрим на графики по биткоину. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И также почитаем ваши комментарии, пишите, какие монеты мне проанализировать. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Также покажу вам свой торговый аккаунт на полмиллиона долларов. Я торгую на Bybit. Tesla плюс 0,8%, но в минусе на премаркете. MCRT плюс 1,5%. NASDAQ плюс 1%, ETH 1,5%. Dogecoin 2, Pocket 3%. Bitcoin плюс 3,6%. Yoniswap плюс 7,7%. Хорошее восстановление на рынке. Yoniswap WorldCoin. Это я покупал на дне. Отлично. Открываем теперь биткоин. 55935 долларов. 56 тысяч. Будем говорить. Давайте начнем с недельного таймфрейма. Как обычно. Пробил биткоин в годовую трендовую линию. Объемы хорошие. Стохастик в нижней зоне. Сложно сказать, как поведет себя дальше. Стохастик, потому что сильно упал биткоин. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. И в покупку еще не перевернулся. Золотое пересечение. А нет. Давайте посмотрим на дневной таймфрейм. На дневном стахастик в перепроданности направлен вверх. Огромные торговые объемы. Объемы торговые огромные. Самые крупные торговые объемы. Только один день был в истории, когда объемы были выше. Это торговые объемы, когда биткоин падал на 49. Это было на выходных. 563 тысячи биткоинов было проторговано. В этот день. Это на деривативах. Это были самые крупные торговые объемы. Только один день был больше по торговым объемам. На завершение медвежьего рынка. Это был только один день тогда. Это было в 22-м году. 558 тысяч было тогда проторговано. Это было на крахе FTX. И биткоин тогда опустился на 15 тысяч долларов. И сегодня зашли хорошие объемы на покупку. 208 тысяч биткоинов. Стохастик направлен вверх. И похоже, что коррекционная волна Эллиота закончилась. Теперь мы можем начинать новый импульс. И посмотрим, как там дальше пойдут дела. Пробьет ли биткоин 72 тысячи в этом импульсе. Теперь опустимся на 4-х часовой. Или лучше на дневной таймфрейм. Посмотрим на торговых ботов. Криптогуру бот дал сигнал на продажу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Перед этим падением и еще не давал сигнал на покупку. Какие-то, может быть, паттерны. Я вижу. Не вижу. Биткоин ниже 200-го скользящего среднего. Сильная поддержка у биткоина на 48 тысяч. И каких-то особо паттернов я не вижу. Давайте еще 4-х часовой посмотрим. Тоже паттернов нет. Только V-образное восстановление. На часовом тоже V-образное восстановление. И здесь что-то вроде восходящего клина. Но опять же V-образное восстановление. И где основные уровни поддержки у биткоина, от которых можно было бы заходить в лонга. Можно попытаться поймать отскок. Я бы сказал, что уровень поддержки находится на 53 тысячи. Можно попробовать поймать биткоин там. С плотным стоп-лоссом. И тейк-профит тянем на 72 тысячи. И посмотрим, пробьет ли биткоин эти 72. Это такой безопасный вариант поторговать биткоин. И следующий уровень поддержки. Это уже куда опускался биткоин на выходных. 48 тысяч. 49. В общем, такую сделку можно открыть на биткоине. Цена входа 53.122. Стоп-лосс на 52.340. И тейк-профит на 72 тысячи. Соотношение 24.45. Риск 782 доллара. Заработать можно 19.130. С десятым плечом будете торговать. Заработайте 190 тысяч долларов. Вот такая сделочка. После такого падения я бы открывался на 53. Чисто из соображений осторожного трейдинга. Потому что посмотрим, как дальше будет реагировать рынок. Сейчас я покажу вам свои сделки. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Для этого нужно выполнить все необходимые условия. А сейчас на самом деле это уже 60 тысяч долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Если вы теряете деньги в трейдинге. Если на этом падении тоже просрали денег. Если вы хотите научиться торговать по науке, то пройдите мои курсы по криптотрейдингу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Байбит. 554 тысячи долларов. Восстанавливается баланс после падения. Прекрасно. На самом деле на этом падении биткоина баланс опускался на 480. Так что очень хорошее восстановление. Сделка по биткоину в минусе на 8 с половиной тысяч долларов. Средняя цена входа 57 594. Ставка финансирования негативная. Так что не приходится платить за удержание позиции. И посмотрите, какие у меня были гениальные покупки. Даже несмотря на то, что я в минусе. Там я всех предупредил, что рынок будет падать. И продал по 66 тысяч. И затем все пошло вниз. И посмотрите, где я покупал биткоин. Где были мои основные покупки. Внизу, практически на дне. Но хотя пока что я в минусе. На 8 с половиной тысяч. Также я покупал на споте. Посмотрите мои покупки по эфиру. Вот четко на дне поймал. Также Юнисвап смог подобрать. Правда я по 6.50 еще набирал. По этой покупке я пока что в минусе. Но также брал и внизу. И то же самое по ворлдкоину. Практически на дне подбирал. Ворлдкоин или нет. По чем я брал? По доллар 60. Примерно по той же цене, где он сейчас и находится. Ворлдкоин я держу на 4%. USDT 30%. Биткоин 28%. 13% МСРТ 11юни. 6% Доджкоин. Получается, что самая крупная позиция у меня в биткоине. А теперь давайте почитаем комментарии и поотвечаем на вопросы. Джеймс, ты лучший. Привет тебе из Америки. Спасибо за комментарии. И кстати говоря, все пишите. Откуда вы? Из какой страны? Может из какого города? Что ты думаешь будет дальше происходить на рынке? Только что рассказал об этом. Я думаю, что рынок восстановится после такого падения. Если, конечно, не будет эскалации военных конфликтов. Джеймс, ты красава. Пожалуйста, сделай теханализ ДОТ. Джеймс, посмотри, пожалуйста, на Доджкоин. Благодаря тебе заработал 15 тысяч, потому что купил ворлдкоин по доллар сорок. У тебя отличные торговые сигналы. Пожалуйста, сделай теханализ АПТОС. Что насчет Покета? Я Покет в итоге так и не докупал. Хочу там дождаться сильной поддержки. Смотрю твои видосы каждое утро, и это уже стало привычкой. Самый лучший способ начать новый день. Сумасшедшая неделька была на рынке. Спасибо тебе, дружище, за предупреждение. Когда ты снова начнешь записывать видео на фоне рассвета. Хорошее наблюдение. Действительно, давно уже таких видосов не записывал. В следующий раз буду к тебе прислушиваться. Потому что на этом падении просрал все, что заработал за два месяца. Почти 20 штук. Просто извлекать из этого какие-то уроки для себя. Мне нравится твой канал. Спасибо. Доброе утро, Джеймс. Смотрю тебя из Британии. Поздравляю 83 тысячи подписчиков на Ютьюбе. Спасибо за поздравление. Ну и тогда давайте посмотрим на Додж Коин. У меня, кстати, есть Додж Коин. Хотя уж я не помню, я докупал, не докупал. Если да, то почем? Сейчас посмотрим, где там у меня покупки. Да, посмотрите. Я купил Додж Коин по 9 центов. Додж Коин опускался на 8. А сейчас цена примерно та же, по которой я брал. Давайте сделаем теханализ Додж Коина 0.096. Массивный нисходящий треугольник. На самом деле я так и думал, что все будет происходить. Я говорил, что на 8 центов сильная поддержка. И это огромный нисходящий треугольник сформировался на Додж Коине. Может быть, вот так теперь нужно провести после этого дампа. То есть, получается, может еще и опуститься ниже Додж Коин. На 7 центов. Хорошая тема зайти. На 7 центов. И цель тянем. Это уже по нисходящему треугольнику. А как он работает? Объясняю. Внутри создается давление-давление. Вот он треугольник такой. Давление-давление. И вверх выходим. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Если такое действительно произойдет, то Додж Коин полетит на... На что он там полетит? Подождите. Додж полетит на 19 центов. Поэтому на 7 центов я поставлю еще заявку. А сколько у меня там сейчас Додж Коина? На 30 тысяч. Давайте еще на пятерик зайдем. По текущей цене возьмем Додж Коин. Ну хотя, кэша у меня не так уж и много. Поэтому давайте сконвертируем из Биткоина Додж Коин к Биткоину. Давайте так. Такую торговую пару. Если она вообще есть такая. Нет такой пары, поэтому давайте просто возьмем за USDT. По текущей цене готово. 57 тысяч Додж Коинов я подобрал. И теперь я хочу также поставить заявку на уровень поддержки, который я отметил на 7 центов. На 7 центов, соответственно, поставим заявку на деривативах. Додж, лонг, деривативы. Ставим заявку на 0.072. 0.072. Правильно или нет? 0.072. Откроем сделку на... На сколько? Откроем. Давайте на 10 тысяч долларов. Или нет? Давайте на 30. Это по стоимости. Цена 0.072. С 20 плечом буду заходить. Цена ликвидации 6 центов. Слишком близко. Да. Хорошо. Докину маржи, если что. Итого, 10 тысяч долларов с 20 плечом по цене 0.072. И эта заявка размещена. И также я взял на 5 тысяч Додж Коинов по текущей цене. И теперь мне нужно продать Биткоина на 5 тысяч. Или ладно, пусть будет как есть. И подпишитесь на мой Твиттер. У меня уже 85 900 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Самое крупное падение в истории Биткоина. И его посмотрели 8600 человек в Твиттере. Заходите в экосистему МСРТ и начинайте зарабатывать. И вот такой ответ кто-то написал. Я за последние годы столько уже денег потерял на ликвидациях, что единственный надежный способ заработка, который для меня остался, это Мэджик Крафт. Играй, зарабатывай. Тесла Китай сообщила о еще 12,5 тысячах страховых регистраций за неделю с 29 июля по 4 августа. За пять недель третьего квартала Тесла Китай показывает рост на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший старт квартала для Тесла Китай за всю историю. Гивэвэй в проекте Мэджик Крафт на 230 тысяч МСРТ. Это как зарабатывают игроки в Мэджик Крафт, просто играя в игру. Тоже можете посмотреть у них в Твиттере. Не забывайте присоединиться к Телеграму. 137 трейдеров онлайн в данный момент общаются, торгуют вместе. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Подписывайтесь, не забывайте. Включайте колокольчик, пишите комментарии, задавайте вопросы. Или пишите, какую монету мне проанализировать. Дот и Теслу посмотрим завтра. Всех люблю, обнимаю. А, кстати, еще там видео одно будет интересное. С Ларком Дэвисом я записывал интервью. Будет новый видос. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.